Да, к нам в Край поступила вакцина для вакцинации детей от возраста от 12 до 17 лет включительно. Мы получили вакцину на 1920 детей. Это примерно 10% от всей потребности, которую мы заявляли. Но я думаю, что она будет поступать нам определенными такими траншами, потому что на сегодняшний день и больные есть дети, и дети, которые еще не готовы к вакцинации. Это детская вакцина, она такая же двухкомпонентная. Гамм-ковид-вак-М, она дозировка меньше 5 раз, чем у взрослого. Она хранится так тоже в замороженном виде при температуре не выше 18 градусов. Компонент первый выводится, второй компонент выводится через 21 день. Да, вы говорите, это 10% от потребности. А как оценивали необходимое количество вакцины по уже имеющимся гейсам или по прогнозам? Как будет развитие пандемии? Ну, потребность мы рассчитываем следующим образом. Общее количество детей в возрасте от 12 до 17 лет включительно. Минус одних детей, которые находятся сейчас на амбулаторном или стационарном лечении. Минус те дети, у которых еще не прошло 6 месяцев от заболевания перенесенного. Ну и небольшое количество в прогнозе по заболеваемости. Вот и получилась эта цифра. Мы пока заявились на 22,5 тысячи детей. 22,5 тысячи детей. А там будем смотреть с точки зрения, как будет развиваться сама эпидемия. Эта вакцина, она изучалась, она безопасна. Как и любая вакцина, она имеет свои показания, показания для проведения именно вакцинации. И так же, как и любая вакцина, может вызывать реакции постфакцинальные. Это и есть, это касается не только этой вакцины, это касается любой вакцины, которая применяется для детей. Насколько сильно сейчас дети в Красноярском крае болеют вообще, то есть, и насколько для них опасен омикрон и защитит ли вот эта вакцина от омикрона? В настоящее время мы регистрируем на последнюю неделю подъем выболеваемости, коронавирусной инфекции детей. Особенно это касается детей города Красноярска, но и в крае уже есть подъем выболеваемости. Конечно, пока не все, скажем так, и дифференцировано, какой штамм вызывает этот подъем выболеваемости, либо это омикрон, либо это прежние штаммы. Скорее всего, это будет в сочетании. И действительно, эта уже информация подтверждена не только у нас в крае, но и в России, что данная вакцина, она защищает детей конкретно и от заболеваний с прежними штаммами, и в том числе от штамма омикрона. Если говорить про заболевания детей, то, все, которые мы уже это слышали, и в встать время эта тенденция сохраняется, что дети стали болеть тяжелее, дети стали болеть чаще. Это касается детей раннего возраста, это касается и детей более старших.